Пу-пу-пу, дисклеймер. Есть пристань. Сделать вокруг него пристань и просто стоять танчить. Третье. Это что можно? Пушка. Говорили, есть в игре пушка. Если дать бананы королеве обезьян, она даст тебе чертежи. И ты сможешь сделать пушку на плод. Поставить несколько пушек и бить. Я не знаю, сколько у них урон. Но представим. Почему-то у меня в голове цифры 50, 120 или 500. И вот если одна из них... Ну, можно же попробовать пушками. И потом... Что еще? Что-то я еще придумал. Какую-то еще одну идею. Я не помню, что. Пушки, дротики. А, и сделать его плод. На нем поставить очень много якорей. Ты же говоришь, проблем будет в том, что волнами тебя отталкивать будет. Так можно же сделать очень много якорей и херан тебя оттолкнет. Так работает, нет? Ну вот, короче, вот такие вот у меня пару идей есть. А ты расскажешь, как тебе сработает, не сработает. Получится, не получится. Так, теперь думаем. Давай пока я посмотрю, пока ты не можешь сказать, по дротикам че. Вот, дротики. Охо. Лазурное перо. А где я их возьму? А, у меня таких и нет. Зашибись. Ну, то есть, получается, с дротиками у меня нет шансов, да? А какие еще есть? Электрический дротик. Огненный дротик. Ну вот, усыпляющий дротик. Как будто бы... Во-во-во-во-во-во. Это у нас что? Ну, это жало. Это тоже жало. Не-не-не, перья у нас же тоже были. Понятно, понятно, понятно. У нас ничего для этого нет. Ну и ладно, тогда не надо. Так, а что нам сейчас-то делать? А, ужас, 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 ужас. У нас нет ужаса, да? Нам надо топлива ужаса, чтобы победить. Ладно, тогда давай сделаем, во-первых, вот так вот. Амулет ужасов, кошмаров. Все равно придется еще один делать для босса в подземелье. Так, теперь давай кострище сделаем. Вот такой вот. Где у нас бревна? Вот здесь вот. Ну вот, 20 подойдет. 22, я даже сказал. Камни у нас где? Вот здесь вот. Все, создадим и поставим там. Хорошо. Дальше печка давай открываем. Сейчас меняем термические камни и будем... А зачем мне драться? Подожди, с глазами ктулху. Я же говорил, я с ними подерусь уже после того, как... Уже после того, как выиграю других боссов, чтобы уже остатки тулецитовой брони использовать. Тулецитовых корон. Пока что она мне нахрен не сдалась. Подожди. Что-то я поспешил. Так, а где я брал медальончик этот? Зашибись. Я сейчас давай попробую еще найти его. Он где-то был, где желтый был медальон. И, короче, что-то еще, что-то еще. Я не помню, что там еще было. У нас одно першко. У нас перьев получается очень мало. Плевать, пускай сюда закинем. Перьев получается очень мало. Плюс еще мне сказали, перья нужно поделать. Лусей пособирать. А вот где перья лусей я возьму, я, конечно, не знаю. Подожди, у нас что, нет тефтелек? Во, есть. Ну, что-то это уже попортилось. А других нет? Ладно, пошли тогда этот... Подеремся с пауками чуть-чуть, буквально капельку. Сейчас Абигел с ними подерется. Где, кстати, ее цветочек? Вот. Сейчас давай сделаем вот так вот. Все-все-все-все-все-все-все, стой. Все, иди сюда, Честер. Так, и Эбби, я думаю, тоже чуть-чуть подойди сюда, чтобы слишком далеко не быть там. Так, остальные пауки далеко, они же не должны прям со всей карты сбегаться, правильно? Сейчас чуть-чуть прибежит и все. Так, ну я идея сказал правильно, как можно победить короля крабов, а ты скажешь, пробовал, ты так и делать, не пробовал. Получится, не получится, все. И там уже глянем. Так, давай яйца сначала пособираем. Так, теперь давай мяско, потому что нам тефтельки нужны будут. Паутина. Так, замечательно. Так, пауков, конечно, много, а там матка, что ли, их делает или что? Ладно, в любом случае, нам нужны ресурсы. Ага, слышишь, вы мясо-то не смейте жрать. Вообще охреневшие, слышишь? Не-не-не, Эбби, 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 иди сюда, иди сюда, чтобы они сами к нам побежали. Угу, все, отлично. Так, давай, давай, возвращайся, возвращайся. Оп. Плохо, что нельзя задать точку, где нужно Эбигел стоять. Это прям очень плохо, это мешает. Ладно, все, успокойся. Пока что, я думаю, 13 мяса нам достаточно. Хотя, мне кажется, может в Честере еще лежит. Не, в нем не лежит ничего. Ну и ладно, мне очень-то и хотелось. Так, по итогу, мясо есть, паутина есть, яйца есть. Нормально, сейчас это все поскладываем. Потом у нас что еще есть? Фонарь, да-да, будем сейчас использовать, потому что каску уже использует такое себе. Угу. Так, кстати, каска надо пополнить. А пока нам просто нечего делать. Мы зимой вообще ничего не можем сделать. Кстати, Эбби... А, блин, новолуние, полнолуние, да, уже поздно. В любом случае, для того и для другого. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Места вообще не хватает, свиные жопы не надо. Вот, перьев, кстати. Это не те перья, что ли, для дротиков. Кстати, а сколько дротик наносит урона? Может, он прям много. 100 урона. 12 тысяч это... Блин, это много. 120 дротиков. У нас только один. Ну, может, еще 2-3 штуки есть, но... Вот так вот, давай сложим, посмотрим, сколько у нас всего дротиков. Но сейчас в любом случае ничего интересного не будет, потому что нам нужно... А, у нас всего один дротик, вы что, издеваетесь? А куда я остальные потратил? Сейчас все равно нехер делать. Так что... В любом случае, надо будет просто побегать, что-нибудь поделать. А я даже не знаю, что... Босс у нас не скоро будет. Короны я не хочу тратить на этих близнецов. Сейчас нам сначала нужно обязательно шелкопряды победить. Но, опять же, спуститься мы не сможем в подземелье. Почему? Да потому что сейчас зима. То есть, максимум весной. И то намокать будем. Тогда лучше тоже нет. Весной мы можем максимум зачистить территорию. Кстати, сейчас замерзнем. Вот просто ради интереса мы можем сейчас сбегать, посмотреть еще раз. Вдруг все-таки мусорка обновилась. Просто 20 дней надо, а не 10. Если нет, ну я думаю, 20 дней уже... 20 дней должны были пройти, я не знаю. Кстати, тевтельки. Ладно, пока что они нам не нужны. А вот ресурсы вот эти вот давай вот так закинем пока что. Все, убираем, берем вот так вот. Сейчас просто проверим. Вот это снегопады есть что ли? Ну ладно, нам все равно для этой отшельницы не нужно задание выполнять больше. Я тебе говорю, это... Я не хочу вызывать боссов, которые прям сильно геморрные. То есть, вот эту вот фруктовую муху, для нее целый огород нужно развивать. Там еще и небольшой шанс, что она придет. То есть, она не обязательно придет, а может придет. Мальбатроса бегать в океане нужно конкретно искать какое-то место, какие-то рыбы. Свин, оборотень металлический. Нужно обычного победить потом, через 10 дней. И то не факт, потому что 10 дней прошло. Он может появиться, может не появиться, может не 10 дней. Может не 10 дней, может 20, может не 20. Там дохера условий, и все они непроверенные. Мне уже сказали 10 дней, а не появился нихера. Может забагалось. А вдруг это забагался не конкретно босс, а именно карта. То есть, это мне нужно пересоздавать мир, чтобы, правильно, чтобы забрать по итогу свиного оборотня найти. Да-да-да. А, вот, кстати, можем сделать на новолуние пока что подготовиться, понаделать вот этих. О, ну отлично. На новолунию можем подготовиться, теневую ферму сделать пока что. Все равно особо нефиг делать. Что, все, а где другие свиньи? Ну и ладно. Давай вот так призовем. Так, но адекватности маловато. Давай еще чуть-чуть цветов пособираем. Заодно и здоровье восстановим, пока будем их есть. Так, где у нас сильно далеко? Нет, вот сейчас должно... Сейчас посмотрим, может он сейчас появится. Но зимой, я думаю, ты понимаешь, драться с ним и будем, в этом нет никакого смысла. Это жутко неудобно. Мы тут ничего не можем сделать из-за того, что холод. Пока холод, мы можем только выживать. А ну. Ну, рассказывай давай. Появился, нет? У меня не появился. Максимум камушек, на, возьми. Вижу, нет его, нет. Хотя 20 дней, скорее всего, уже прошло. Я не уверен, но мало ли. Тогда делаем тефтельки. Я не знаю, чем можно позаниматься. Киня ферму пока что нужно поделать. Мне сказали, как ее примерно сделать. Нужно прямое... А где взять пляж, где у нас прямая линия будет выходить? Я такое не вижу. Ну, здесь вот как будто бы. Ну, там нет, не подойдет. Не-не-не-не-не. Не знаю, у меня такой нет... А какое именно расстояние с прямой линией должно быть? Я ж тоже не знаю. Насколько длинная она должна быть? Ну, просто если что, у нас... Ну, вот, например, есть. Вот. Там пауки. Не лучшая идея. Вот, вот здесь, например. Тут мясо могут съесть, я не знаю. Во, вот, смотри. Какая огромная прямая линия. Нормально же. Ну, нормальный агрессивных существ там нет. Нормально. Вот, нашел, допустим. Значит, туда нужно будет мрамор, камни взять. Я не помню, что конкретно... Не помню, что конкретно надо. Возьмем все по чуть-чуть, а там уже разберемся. Так, по итогу есть какие-то еще зимние боссы? Да нет. Ну, и все. Он такой, знаешь, кокетка у нас. А может, я прийду? А может, и не прийду? Кто меня знает? Игнорчик просто мудила, а? Мы его ждали, ждали. Он просто не пришел такой. Это ты меня... Думаешь, это мне надо? Это тебе надо. Вот ты меня и призывай. На коленях умоляй. Ага. Сейчас. Разбежался. Какая цыпочка, а? Так, что? 12 нормально. Так, так, так. Пороха надо понаделать, да? Как он там делается? Давай тоже глянем. А, кстати, нам еда нужна. Ну, тогда особо-то заняться нечем. Давай еды понаделаем пока. И я, наверное, ускорю. Правильно. А что толку? Давай вот так, вот так соберем потом. В Честере было так, так. Так, это давай сюда перекинем. Ягод достаточно. Ну, пока что сделаем. Короче, давай я пока что ускорю. Реально, пока будем делать еду. Я не знаю, чем заняться еще. Так, пока нам не хер делать. Давай рецепт и посмотрим. Вот, порох. Нужно 42 штуки, по-моему, сказали. 40 и 2. Вот так вот даже. Получается 42 тухлых яйца нам надо. Правильно. Это мы долго будем, конечно, собирать это все. 42, 42, 42. Давай вот здесь посмотрим, сколько у нас. 19 пока что. Маловато. Маловато. Это что подсвечивается? Это зачем нам? Так, это селитра. Она нам пока что не нужна. И она не перестает светиться. Уголь, допустим, это не сложно будет раздобыть. Так, 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 так. Это, кстати, что? Поваренная книга. Нахрена? Ну, получается, все. Мы поделали все, что можно было. Так, давай гончарный круг сделаем. Зачем? Чтобы поставить его сразу с той стороны. Где, где, где? Вот так вот. Чтобы мы отсюда не толкали. Не таскали, потому что это геморно будет. Так, гончарный круг у нас где это делается вообще? В инструментах нет, материалы, оружия точно нет. Станции, чертежи. Вот. Вот гончарный круг. Нужно два каменных блока, две доски. Ну, куда же вы? Два каменных блока здесь. Раз. Два. Хорошо. Доски нужно будет делать из дерева. Вот здесь вот. Раз. Два. Дальше веточки вот здесь вот. Создать. Хорошо. Дальше в гончарном круге. Нужны теневые шахматы и фигур. Вот конь. Слон. Так, королева, скорее всего, не то, да? Это что? Ладья. Вот. Это что? Кусок скульптуры. А как я его сделаю? Положите камень на круг для создания скульптуры. А я понял. Кусок скульптуры. Где я возьму? Как я его возьму? К тому же, я не помню, что там ставить надо на воду. Что-то я уже подзабыл, конечно. Но сейчас у нас появилось время сделать, а мы не знаем как. Зашибись. Так, что еще из суперинтересного здесь можно поделать? Да ни хера тут нельзя сделать. Давай парочку веревок сделаем. Ну, я не знаю. Пойдем еще добудем. Где это? Вот этих вот. Сена. Срезанной травы, да. И пока что посоздаем немножечко веревок. Для чего? Для того, чтобы приготовить нам лиственного мяса. Для создания адекватности. Нам же по-любому для топливопряда пригодится он. Правильно. Тогда собираем. Где он у нас? Он где-то вот от... У нас вверху. Так, сейчас хотя бы не... Ну, а что? А, зимой типа не растете, да? О, пингвины. Сойдет. Надо тогда кирку взять и еще подобывать. Я не знаю. Льда пока что. Потому что лед у нас подзакончился. Тут абсолютно нехер делать. Реально. Зачем сделали такое огромное расстояние между боссами? Для чего? Может, топливопряда сейчас пойти побеждать. Но, с другой стороны, нам для этого что нужно? Нам для этого нужно будет... Нужен будет камин этот. Еще неизвестно, во что это нам выльется. Насколько там огромная территория. Сколько там бегать надо будет. Плюс термальные камни нагревать. Все это. Это все гемор... Но геморройно не хочу я этим возиться. Так, ладно, давай одну кирку создай. Еще золото. Ага. Почему нельзя? Ну, зачем настолько... Зачем ждать? Ну, сделайте хорошо. Какую-нибудь вещь, чтобы я мог призвать. Чтобы это хотя бы не скучно было. Чтобы я не просто ждал, а что-нибудь сделал. Пока этот появится. Ну, вот что за приколы? Давайте, появляйтесь. Хорошо, давай с этой стороны, появляйтесь. Не хотят пингвины появляться. Весло и скоряги. Это я помню. Может, пока что можно подраться с этим? С крабом? Да пока тоже не подерешься. Там еще не определились, какие именно камни надо. До сих пор идет срач. Ладно, тогда будем... Ну, что, получается, лед добывать. Больше-то идей нет. Охереть! Это что за подлость такая была? Еще. Еще один огромнейший минус этой игры. Это дебильное поведение главного героя. Помнишь с мухой, когда мы дрались чисто на муху и прям посреди боя она низхуя переключалась на стены? И начинала стены бить, из-за чего мы проигрывали. Сейчас мы дрались с птицей. Она решила просто развернуться, пиздануть по пингвину. Почему? Мы уже деремся с какой-то определенной целью. Может, это та цель, которая ближе? Ну, нихера. Потому что муха тогда даже не двигалась. Она на месте была. Сейчас-то мы тоже особо-то ничего не делали. Почему? Ой, сука. Еще и пингвины охеревшие вообще, блядь, мудилы. Заебись. А что мы здесь успели сделать? Да особо-то ничего. Кирку давай сделаем. Охренительно просто. Просто, а мы что, реально за это время ничего не успели сделать? Серьезно? Замечательно. Вообще класс. То есть, реально вообще ничего не сделали? За целый день? А, мы сделали гончарный круг и посмотрели, что там как понятно. 35-50 забираем и идем опять лед добывать. Я понимаю, насколько тебе скучно это смотреть, но также представь, насколько скучно мне это все играть. Это просто кошмар. Мы сейчас реально ни хера не можем поделать. Давай, мочи эту курицу. Ой, ты посмотри. А сейчас-то олени прям сами к нам пришли. Нормально? Меня даже напрягло немного, почему они сами к нам пришли. Они куда-то идут. А, ну тогда понятно, почему я хер мог их найти. Они, блядь, куда-то целенаправленно идут. У них какой-то свой план. Ладно, давай дальше. Вторую курицу добьем тоже. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Это самое подлое ожидание из всех, какие вообще могли быть. Из всех, что есть в играх. Окей, я не шучу. Это просто жопа. То есть в других играх мы можем куда-то отойти, что это поделать. Здесь же ты хуй, что сделаешь. Ты должен постоянно за ней следить, чтобы не сдохнуть. Во-первых. Во-вторых. Тут не перемотать время, ничего. Тут даже... Знаешь, мне кажется, это не... Не заботились о игроках и не ускоряли время. Это реально. Они сделали так, потому что... Тут просто нехуй заняться. Тут реально пройдешь игру за 10 часов и все. Если вот объективно все делать, зная, как делать... Фу. Короче, я думаю, ты понял. Если знать, что делать и подходить ответственно ко всему этому, ты можешь пройти вообще за считанные часы. Это... Сколько там мой бегел? По 30 здоровь забирать. Ну давай, ладно. Вот так вот быстренько. Оп. Тут заколебет реально. Очень, очень долго все делает. Давай быстренько собираем мясо. Раз, два. Ничего, ничего. Я понимаю, а что долго? Типа, тебе есть чем сейчас заняться? Да нет, нет. Я даже лопаты вон забыл взять. А, кирку. Кстати, можно... У нас есть одна кирка, правильно? Надо бы еще парочку взять. Зачем у нас там мрамор? Ну я понял. Веточки есть, что у нас есть. Золото у нас тоже из всех щелей лезет. Главное, эти щели найти. Вот. Так, потом... Мрамор, мрамор, мрамор. Лопаты, лопаты, лопаты у нас вот здесь. Вот их было дохера. Вот этих в целом пока хватит. Я не знаю. Сейчас добудем мрамора. Потом, я не знаю, травы повыкапываем, посажаем. Посадим. Я не знаю. Соль может добыть. А соль тут нахер тоже не нужная вещь. Если мясную биту хотя бы или свежие, ну, уже готовые вещи, можно было бы посолить, чтобы возродить их. Это было бы идеально, конечно. Но нет, это тоже хер можно сделать. Лусь тут был. Конечно, поздравляю. А, пауки, слышишь? Не слишком ли близко? Приманка цвет нам не нужен. О, отлично. Давай, добивай те, которые третьего уровня. Весь мрамор, который сейчас добудем, мы пустим просто на этот... На новые мраморные деревья. Нам надо размножать нашу... Увеличивать нашу ферму мрамора. Там наша побегала, сейчас не пошла драться с энтом. Это может быть самый плохой исход. Или с пауками вообще. Это будет очень плохо. Так, у тебя закончились... Кирка закончилась. Хорошо. Но энд тоже сам как бы провоцирует. Нахер ты поблизости ходишь. Вот зачем? Ты же знаешь, что они оба придурочные. Что и бегел, что наши главные герои. Как, в энди. Они оба дебилоиды. Они же не с хера могут напасть. Сука, смотри, он прям специально провоцирует, а? Падла. Да, давай еще пауков спровоцируй, чтобы они сюда побежали. Так, тулецитовых битв нам надо будет сделать побольше, да? Еще. Замечательно. Так, Кирка чего еще не сломалась? Хорошо. Так, паук, надеюсь, не в нашу сторону загрелся. Если будет драться, то сэнто. Пускай друг друга перебьют. А то оба задолбали. Давай быстрее. Оп, молодец. Раз. Так, подожди ты, ёб твою мать, не бегай так. Возьми трость пока. Трость возьми, говорю, пока. Чего? А ты какого хера тут? Подожди, так не честно? А какого хера он тут сейчас появится? Сейчас что, один с ней так и должен сейчас прийти, что ли? Циклоп. Слушай, я слышу, что он дышит. Зараза. Так, где дорожка? Нихера ж не видно под снегом. Почему не сделать дорожку со снегом протоптанную? Твою мать. Тут же мы бегаем. Так, пошли подальше от базы, быстрее. Прекрати вот так вот дышать. Хотя нет, чем дольше дышать, тем лучше, конечно. Пока не прекращай. Мы сейчас тебя доведем, докуда нам надо. Я тебя понял. Подожди, сейчас мы тебя до леса доведем, порубишь нам деревья. Как мы поймем вообще, что он появился? Пока не будет поздно. Все, давай хотя бы до сюда. Появишься, нет? О, зашибись. Где Честер? Иди сюда. Не сдавай дополнительных звуков, ты напрягаешься. Я боюсь, что этот подойдет, падла, и убьет тебя. Где он сейчас? Он же сейчас к нашей базе пойдет. Опять же, вот этот вот циклоп, он появляется из неопределенности. Он, по идее, дышит, потом сразу должен появляться, а хер там. Он появляется, когда захочет. Ну. Вот и через сколько он появится, а хер его знает. Тут у нас хотя бы очень много энтов, давай. Да и дрова, наверное, поруби, нам они тоже нужны. Чем больше дров, тем лучше, правильно? Вот, у нас энты, мы под защитой энтов. Тут целых три их. Давай, появляйся. Мы рассчитывали, конечно, свиноборотня металлическую, но... Он хер забил на нас, не хочет приходить даже. Ну и где он? Вот опять же, смотри, он то появляется, то нет, и вот сколько надо ждать. Я сейчас боюсь, я побегу назад, и он появится уже, когда мы назад убежим. Давай, появляйся, где ты там? Не появился, надеюсь, на нашей базе? Вот что, тут и откаты через жопу работают, и я сейчас хер откачусь. Давай-ка лучше сам появляйся, по-хорошему. Эту целую ночь ждать надо, ладно, тогда давай адекватность пока повысим. Угу. Так, еще где, 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 где у нас что есть? Угу, угу, нужны еще цветочки. Любые сойдут. Главное, далеко не отходить от этого места, чтобы мы назад могли пробежать, посмотреть. Где он там? Цветы же сами на карте появляются, правильно? С ними заморачиваться не надо? Угу. Это возобновляемый ресурс, чтобы бабочки просто тоже появлялись. Ох, твою мать, вот это вы меня напугали, идиоты. Кто хер появляется, вот это, смотри, налетели. Так, и где ты? На карте он не появлялся, правильно? Ну, давай, появляйся уже, где ты заколебешь. Он же сейчас к моей базе просто пойдет. О, вот и мешок Клауса, кстати, нашел. Можно было бы и с ним еще. Вот, прикинь, когда нахер не нужно, я нашел и оленей, и Клауса, и все оно близко друг к другу. А когда не надо, на тебе. Где он? Так, это оленей, это не то. Где Циклоп? Вот сломанное бревно, твою мать, которого тут не должно было быть. Неужели он нам на базу пришел? Вопросики с Херали появляются, конечно. Появятся, точнее. Нет, не пришел. А где он? Он появился или нет? Ну, он же только что дышал. Он с каждым разом, как будто все дольше и дольше, нет? Дольше и дольше его нет, перед тем, как появится. Это, во-первых, выброси. Это забери. Раз мы все равно курицу эту победили. Где он? Должен трястись экран. Помнишь, мы вначале от него издыхаться не могли? Он, блядь, всегда появлялся, где мы. Всегда он нам просто жизни не давал. А сейчас, на, блядь, Хер найдешь его. Я уже сам его ищу и не могу найти. Да нет, прислушиваюсь тоже не слышу. Ох, а вот где ты, алло? Вот что за тобой бегать-то надо, а? Он тут где-то должен, по логике был, появиться. Но Хер там, появилось тут только мешок. Кстати, у нас есть до хера времени, можно за призраком походить. А, чё бы нет. Только сначала этого придурочного надо найти. Где он, блядь? А то мне базу сломает. Он же уже дышал, он уже должен появиться. Почти сутки прошло, хочешь сказать, после дыхания. Не, ну ты реально хочешь нам доказать, что нет? Он будет все дольше и дольше появляться. Сначала дышит, а потом? Через время начнет появляться. И так все время. А вы все еще идете, да? Ну, вперед. Где он? Вот Ульи, кстати. Ну, у вас же Ульев-то он должен быть, хотя это не Барсук. Но один Хер это считается за постройки. Почему я не могу сейчас просто на него забить? Потому что он сейчас пойдет, нашу базу расхерачит. Поэтому я не могу на него просто забить, понимаешь? Нам надо, блядь... Давайте, детишки, покажите пальцем, где циклоп-олень. Не можете найти? Я тоже, блядь, а он есть. Ты видишь циклоп-оленя? Нет. И я нет. А он есть. Перебор по отсылкам, понимаю. Хорошо, давай, помочь. Хер с ней. Давай. Вот смотри, надо идти за ним, мне сказали, да? Смотри, ну он стоит и просто радуется. Хорошо, показываю дорогу. И вот так ему ждали очень долго. Вот он сейчас наржется. Циклоп-олень где? Ну? Тут буквально все на затягивание времени сделано. Циклоп-олень... Блядь, реально, где циклоп? Он же у меня сейчас базу, боюсь, расхерачит. Экран не трясся. Хотя у нас один раз циклоп-олень вообще проигнорировал и не пришел. Ни дыхания не было, ни хера. Он просто не пришел. Здесь то же самое может быть, но он дышал уже, все. Значит, должен появиться. Вот сколько мне еще нужно ждать? Смотри, уже сейчас ночь наступит. Может, он активен только ночью. Мне сказали, вот, просто постой рядом с ним, он тебе дорогу укажет. Смотрю. Он тут в целом не так-то далеко идти, смотри. Если он в эту сторону должен полететь. О, да ладно. Ты указываешь мне путь, что-то ты ни хера не указал. Сюда куда-то надо или что? Ну, тут-то вода, как бы, ты уже не можешь нам никуда указать путь. Блядь. Ну, подождешь тогда. Ой, зашибись. Ну, а что поделать? Нам и дрова нужны, охеренно. Нет, давай ты тогда подождешь немного, я сбегаю на базу. А нам дрова нужны, дрова, дрова, дрова. Ай, какая жопа-то. Давай быстрее бежим. Я надеюсь... Блядь, есть там еще и циклоп-олень уже на нашей базе поселился. Вообще охеренно. Сейчас быстренько возьмем... Да я... Блядь, подождешь. А, у нас уже здоровье начало отниматься, зашибись. Давай быстрее печь. Закидываем, забираем. Давай, чтоб не звенел. Ну, единственный вариант, чем сейчас можно заняться, призраком помочь. Опять же, видишь, каждый раз какая-то херня происходит. Давай, ладно, возьмем костерчик. Дрова нужны. И трава. Создать. Все, не надо пока. Пошли, сейчас вернемся назад, ты покажешь, куда тебе там... Блядь, вот эти морские предметы задрали звуки издавать. Пошли, пошли. Возвращаемся назад, покажешь какую-то дорогу. Ну, тут много вещей валяется. Либо метеориты упали, либо этот урод все-таки, сука, где-то ходит. Оно зовет меня, оно близко. Кто, ты про призрака или про этого? Полудурка. Тут много сломанных вещей. Он должен быть где-то здесь. Я не понимаю, кстати, почему нужно именно заставлять врезаться во что-то оленя, а не просто убить. Хотя, возможно, просто убить тоже проканает. Он же не пошел мне... О, проявился, сука. Спустя сутки. Возможно, даже чуть больше я не обратил внимания. Охеренно. О, бля. Ты меня заметил, да? Красавчик просто, хер ли я могу сказать. О, а что это? Собрать сияние оленей. Что? Сияние оленей, это что за хрень? Новая такая. Бля, Честер, давай ты в очко и пойдешь пока что. Сюда, пошли. Ладно потом не забыть, где этот Честер. Пошли, 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 пошли. Вот, через елки давай. Нам дрова тем более нужны. Иди, иди, иди. Молодец. Еще вот так вот. Молодец. Давай так. Красавчик. Так, чтобы я не запутался вообще, куда нам идти надо. Больше суток прошло. Может, даже ровно сутки. Хер вы знает. Так, стоп. Я запутался. Куда нам надо? Ага. Мы уже почти пришли. Пошли, пошли. У тебя уже 300 здоровья не хватает. И где ты смог потратить? Убирай. Все, отлично. Гончие еще. Вы что, блядь, издеваетесь, что ли? Тебе не кажется, что в последнее время они охерели совсем? Тут и гончие, блядь, и все. Отлично. С одним разобрались. Теперь с гончими надо охереть. Боссы одновременно с гончими начали уже... Тебе не кажется, что это не совпадение? Назови мне хоть один босс, который у нас был в последнее время, без гончих. О, а вы можете мимо циклополения пробежать сюда быстрее? Ай, застрял, пиздец. Все, на тебя. Разъебал, красавчик. И оленей давай тоже. Ой, и гончих. Давайте, на циклополения. Красавчик. Красавчик. Есть еще собаки эти где-то? Нет? Но не может их быть пару штучек. Сука, не дай бог они убили мне этого. Честера. Мы же уже достаточно далеко, чтобы они не наткнулись. Правильно? Они должны заспавниться уже за Честером. Должны были. Сюда иди. Вот, давай. Атакуй его. Вот это тормоз, конечно. Ох, вот это мы увернулись, конечно, четко. Давай это все пособираем. А, ты уже завалил его? Слышишь, а что так быстро? Ты нам сейчас всех этих поломаешь, слышишь? Ты поаккуратней будь. Всех энтов разъебешь. Да, отъебись ты. Ты что, слепой? Вот. Отлично. Ой, а у нас-то нихера нет, да? Что можно было бы... Блин. Ладно, давай пока что поставим костер. Вот, кстати, говно. Ну, давай, не знаю. Хотя, слона сейчас, это изгородь надо. Нам сейчас не до изгороди в целом. Что у тебя, 555 здоровья? Ну, должен победить. У тебя уже 405. Нормально, нормально. А с тобой мы сейчас пойдем, подожди. Да, я вижу, подожди. Ты видишь, я немножко занят. Мне нужно посмотреть, как уничтожит циклоп. Хорошо. Все, пошли заберем честера сейчас. 28. Ладно, нагревается довольно-таки быстро. Тогда чуть-чуть, буквально капельку подождем. Кстати, глаз лучше забрать, чтобы его не съели. Правильно? Если мясо съедят, ничего страшного. Если глаз, то это уже проблемки. Так, и свиньи тут не должны сейчас будут появиться. Почему? Потому что я не хочу, чтобы они сейчас появлялись. Все, побежали, побежали, побежали. Наши ноженьки устали. Давай, 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 давай. И вот еще. Вот еще. Сейчас забираем честера. Бежим, собираем все наши вещи. Которые мы, честно, получили циклоп оленей. И бежим дальше что-нибудь делать. У нас есть таймер? Да нет. Эбигейл пускай полностью восстановится. Сейчас мы будем со свиньями-оборотнями драться. Нахера? Чтобы забрать гломера, его нужно сначала защитить. Потому что одна из гениальнейших идей у разработчиков, это поставить гломера и свиней-оборотней вместе. Давай вот так закинем пока. Пошли, там есть еда. Закинем в тебя. И свиньи-оборотни будут атаковать гломера охренительно просто. Так, я понял. Давай так. Не надо сприть, ну пожалуйста. Это и так уже раздражает. Ладно, пособираем пока бревнышки. Ну реально, если что, тут в ближайшее время 100% ничего интересного не будет. Потому что заняться тут не чем. Вот так. Парам-парам-пам. Казалось бы, песочница. Вот, кстати, в чем тут песочница? Опять же, та же Террария или Майнкрафт. Можно, блядь, порыбачить для того, чтобы выполнить задание рыбака. Дома построить. Че там еще есть? Да хера чем заняться можно. Там хотя бы не скучно. И там не нужно ничего ждать. Вот это самое главное, наверное. Там не надо ничего ждать. Здесь же ты ждешь постоянно чего-нибудь. Постоянно. Да вот, ну, запарила. Это пиздец просто, алло. Так, оставим. Потом. Твою мать. Хорошо, давай, давай, давай. Все. Заколебешь. Алмазь, ебаный рот. Давай, мясо пожарим хорошо. Хер с тобой. И съедим сейчас. Пошли обе нахер. Ты? А ты вообще исчезни. Ахереть, да я уже далеко отвел. Насколько далеко надо? Где нахуй вообще отсюда? Нихера себе, ты видел сколько? Это за пределы экрана уже отводим их. Ты че тупаешь? Я тебе говорю, день ночи отсюда. Хереть просто. Так, собираем мясо. Ой, блядь, проще будет. Иди сюда. Где этот? Полупокер, отлично. Сюда иди. На. Че нам надо? Во-первых, фонарь надо нам. Вот сюда надо. И вот сюда вот. Хорошо, здесь можно что-то обменять. Да ни на че нельзя. Ай, вторую зря, конечно, случайно. Ладно. Так, давай собирай живые бревна. Обычные бревна тоже собирай. Это что ты только что собрала? Что она только что там собрала? Это шишка или что это было? Кстати, можем пока что вот так освободить еще местечко. Я все равно хотел эти потратить. Этот мрамор потратить на бобы мраморные. Сейчас посадим, там тоже будет отлично. Потом все вскопаем, еще у нас будет больше мрамора. Потому что пока что мрамора, по-моему, у нас достаточное количество. И мраморной брони. Пока танковать можно спокойно. Не забывай, я сказал версии, что можно сделать вообще с этим. А ты расскажешь, можно так короля крабов победить или нет. Нормально я придумал или херню сморозил. Давай немножко подбросим. Так, хотя бы одну ячейку освободил. Правильно. Три клыка собрали. Замечательно. Сейчас мы с тобой сходим. Подожди ты. Не торопись. Сейчас пойдем к твоей могиле, и ты покажешь оттуда уже проход. Ладно, хоть какие-то вещи мы пособирали. Давай это закинем в Честера обратно. Сейчас надо будет сбегать на базу, отложить наши вещи некоторые. Скинуть. Потом сюда можно в целом вернуться, чтобы льда подобывать. Кирка у нас есть хорошо, подобываем. Сейчас просто места нет. И тогда чем можно? Ну хотя бы мы уничтожили правильно циклоп оленя, который уже нас запарил. Ну каждый сезон это конечно с перебором появляться. Лучше бы, знаешь, сделали призывалку для него. Ну например, кубик льда. Что-то с ним сделать. Киркой разбить кубик льда. Кубик льда сделался из четырех, хорошо, из девяти, из девяти вот этих вот осколков льда. Типа мы разбиваем, и появляется циклоп оленя. Ну согласись, это было бы намного лучше. Во-первых, ресурсы не затратные. Во-вторых, он появляется, когда тебе нужен, а не постоянно, чтобы задрачивать. Кстати, те, которые рассказывают мне вот эти вот, что тут дохера чем заняться. Можно сделать огромную ультра-мега базу. С врагами вы что, блядь, будете делать? С гонщими, которые подбегают вам постоянно гадить. С сезонными боссами, которые разъебут вам всю базу. С этим вы что собираетесь делать? Создавать отдельный мир и отключать их? Шикарное, гениальное решение, молодцы. Сюда закидываем, сюда. Клыки давай закинем вот сюда. О, отлично, поместилось. Стеклорезы у нас тут уже заполнены, ладно. Так, синий алмазик сюда кидаем. Пепел кидаем вот сюда. Дерево, дерево, дерево. Ладно, закинем вот сюда. Это нам для подземелья, правильно. Ну ахер или сделаем два сундука для подземелья. Ну а что еще поделать? Главное сейчас разместить аккуратно, чтобы он не... А, ну нормально, помещается. Для подземелья давай вот так закинем. Так, эта маска нам, мягко говоря, нахер не сдалась. Зачем я ее постоянно с собой таскаю? Это же как броня даже ни о чем. Все, нормально. Ой, давай не надо скулить. Вот сейчас, какого хера? Сейчас же ничего не происходит. Зачем вот это вот... Давай вот так. Ладно бы что-то, блядь, происходило. Нет, она просто в рандомный момент такая... О, давно не бесило никого. Просто, чтобы не засыпал. А то Гимблей настолько, блядь, активный, что ты можешь уснуть. И вот она иногда пытается тебя разбудить. Просто в любой момент. В любой просто рандомный. Так, давай... Посадим вот так вот. Надеюсь, хватит места. Быстрее, пока эти тормоза не пришли, они тебе сейчас мешать будут. О, приперлись. Угу. Приманка цвета не трогаем, наверное. Он нам не особо-то сильно сейчас нужен. Хотя у нас их неровное количество. Так что, да, лучше, конечно, его уничтожить будет. Это рот, закрой, свали отсюда. Вот, давай. Атакуй. Все, берем, пошли. Так, по идее, от лишнего барахла избавились, да? У тебя что тут? Это мы точно сейчас уберем. Это мы точно сейчас уберем. И это уберем. Все. Остальное просто убирать некуда. Давай. Так тоже соберем. Так соберем. Потому что сейчас с этим малышом мы замучаемся. Вон, жуткий тормоз. Но сейчас-то достаточно прошло время, чтобы он пришел в себя. А то он так радовался, пока мы пришли. Что мы пришли, готовы ему помочь. И ни хера не хотел показывать, сука, с чем ему помочь. Дебил, блядь. Мы ему помочь готовы. Он такой, ура, ура, помочь, помочь, помочь. Говорим, с чем помочь? Ура, помочь, помочь. Говорю, с чем помочь? Да, да, круто. Спил, блядь. Хуй ты ржешь? Я над тобой издеваюсь, если че. Что ты подыгрываешь мне? Давай так. Ой, бля. Звон нахуя сделали? Наконец-то. Так, приманка цвета можно вверху посадить. Ну, глаз куда-нибудь. О. Так, сейчас садим еще один приманка цвет. Нормально будет. Ну, естественно. Куда же у нас без ночи? Так, давай вот сюда вот посадим. Блядь. Как я так неудачно-то поставил? Хватит ржать. Все. Хватит ржать, пошли. Где у тебя там могила была? Я не помню. А, ну у тебя, по-моему, прям вот здесь вот была где-то, да? Я помню, что где-то со стороны моря вот... Где? Ай. Блядь, я это не выложил. Ладно, хер с ним. Еще один энд. Доброе утро, конечно. Где она была? Примерно вот здесь вот, да? Возле мешочка. Пошли тогда. Ну, ты все равно нас через море вел. Давай, веди нас дальше. Сука, он, каждые два шага пиздец усыкается от удовольствия. Ну, смотри. Ух ты радуешься, показывай дорогу. Буквально два шага надо сделать, и он... Ура, он пошел в мою сторону. Давай, хорошо, может, мне самому надо пару шагов сделать. Это он показывает мне путь или что, блядь, хер поймешь. Ну. Мы идем, давай. Да, как будто он в разные стороны движется. Ну, давай. Сейчас ты как-то вообще странно пошел. Давай, иду. О, ебать, путь начал мне показывать, что ли? Серьезно? Нихуя себе. Что, ты хочешь, чтобы я камень добыл? Или... Эх ты, сука. Подловил меня, ладно. Подъебал. Мы почти на месте. Да в смысле почти? Мы должны быть уже на месте. У нас заебет. Ну, показывай давай путь. Ну, сейчас, если что, ночью я все равно нихера не увижу, если оно где-то рядом. Ты как нарадуешься, сообщи, я пока пообедаю. Все, ты нам, блядь, дорогу покажешь, или хули ты радуешься, сидишь? И оно где-то рядом, или что? 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 Ну, что? Тут где-то... Вот он нас на это место все время отводит. И что? Давай, показывай. Блядь, ты сам забыл, что ли, куда тебе надо, или что? Что за подъебы? Ты сейчас вообще в другую сторону двигаешься, слышишь? Ну? Эбигел, ты что же, призрак? Поговори с ним на призрачном. Хули он нас дрочит? Ну, заебал, давай быстрее. Куда тебе надо? Это ты, Алеша, пиздец. Давай вокруг я посмотрим. Что-нибудь есть? Что-нибудь нет? Показывай, что тебе надо. Я сейчас не буду помогать. Ну? Ай, сука. Ну? Может, он не показывает нас с дороги, а просто дрочит нас, а? Может, тут это вот, нет? Нет, это след слона. Вот, смотри, он нас все время ведет к этим камням, и что? Он близко, я чувствую. Ну и что? Тебе какой-то конкретно камень нужен, или что? Заебешь. Я тебе сейчас перестану помогать. Видишь, я уже в который раз пытаюсь ему помочь, он нихера не делает. Что? Ну вот ты куда, блядь, ты хочешь, чтобы мы пошли? Вот, смотри, мы вернулись на то же место, где были. Давай, показывай дальше дорогу, отсюда. Думаешь, это не в никуда ведет? Вот я тоже думаю, что он просто заебать нас решил. Отсюда давай, показывай, может, тут тебе ближе будет. Ну. Ой, пошел в пизду, слышишь? Реально, заебал, я пытался ему помочь, ты видишь. Он нас просто заебывает, и все, ему не нужна помощь. Все, не нужна, так не нужна. Мы пытались, блядь. Я сколько за ним бегал, он стоит, хуйня какой-то мается. Мы сейчас, третий раз, я уже, четвертый, пятый, десятый, я не знаю в какой раз, я уже не буду даже пробовать ему помогать. Давай, это пока бросим здесь. Еще раз, я не буду ему пытаться помогать, почему? Вот что ты видишь, мы уже неоднократно пытались. Мы уже слишком много раз пытались ему помочь, он заебал. Собирай. Давай в тебя закинем и так, и вот так. Так, дальше, тевтелька нам пока не нужна, зато нам нужна кирка. С какого хуя? А где оно? Блядь, я выложил золото, что ли, серьезно? Как так вышло-то вообще? Нахера я его выложил? Ну, я пытаюсь хоть как-то убить время, ты видишь, что-то вообще нихера делать. Я это уже много раз сказал, да, и повторю еще очень много раз. Чтоб потом не говорил, что я не говорил об этом. Чтоб потом, когда спрашивают, ну че, как тебе игра, я вот на протяжении всей игры говорю, как мне игра. Пока что я, блядь, в восторге просто. Обещали выживалку в стиле Тима Бёртона, мрачную, мрачную выживалку. По итогу, блядь, РПГ, которая охуеть как тянет время. Сам виноват, повелся на рекламу, конечно. Игра класс, заходи, вообще суперская, да. Чё ж, скидку, падла, сделали, чтоб купил ее. Охеренно. Чего, блядь? Сияние скорби. А это не то, что надо было? Нет? Сияние скорби. Это оно, реально. Сияние скорби у нас выпадает из... Сияние скорби выпадает из... Этого снежного чучела? Чего, блядь? Не-не-не-не-не. Я пару яиц соберу. Нам надо, чтобы они сгнили. Сияние скорби из него выпад... Что? Как его получить? Подожди. Оно реально выпадает из этого морозного чучела? Каким образом? С хера ли оно вообще выпало? Я не понял. Или потому что он пару раз ударил честера ледяного, и это из ледяного честера по чуть-чуть выпадает? Ну нет, тогда бы у нас дохера что выпало из честера, потому что его много раз убили. Ледяного честера именно. Извините, что я вас перед лицом, конечно, включил фонарь, но вы мне тоже не особо-то сильно нравитесь. Ты что охуела? Ты прям к нам на базу пришла? Охуеть, пришла беда, откуда не ждали. Ты видел? Она пришла прям к нам на базу, чтобы пиздануть у меня. Охуеть, мы даже ничего не делали ей. Нормально вообще? Просто пришла и пизданула. Серьезно, на ровном месте. Сука, спасибо. Охуеть. А что из этого лучше сделать, смотри, из всех этих вещей? Рвение смерти, впрочем. Или это... Если это баночки, которые типа одноразовые, раз выпьешь и все. Эффект быстренько пройдет, тогда нам не надо. Может, это... что-нибудь важное из этого можно сделать? Что-то крутое из этого есть? Нет. Спальник можем сделать. На хуй нам нужен. Так, яйца давай сбросим. Это тоже заплатки сбрасываем. Пока я не знаю особо, чем заняться. Со звоном этим мы еще затрахались. Спасибо. Где ты? Вот ты иди сюда. Давай еще лампочка. Раз, два. Ну и три пускай будет. Да блин. Охереть, я не знаю. Нас просто пизданули на ровном месте. Прикинь, мы нихера не делали. Нас просто пришли и пиздили. Причем к нам же домой. А, сука, еще и здесь ходит? Вот ты, сука. Тварь какая. Охереть, просто... Просто пришла пизданула нас. Вот так просто скучно стало. Знаешь, вот недавно читал, что типа осьминоги могут без причины просто пиздануть рыбу. Вот просто так. Вообще без причин. Мне кажется, это курица по тому же принципу сделана. Просто подошла пизданула нас. Спасибо. Еще хватило нахлости прям до базы нашей идти охереть. Фух, я в шоке. Давай собираем. Кстати, а что там у нас по ночам? Я что-то не обратил внимания. Какая у нас сейчас ночь будет? Если полнолуние, надо будет гломера забрать. А то что-то у нас на базе давно раздражающих звуков не было. Ну и так пошли. Что еще есть где-то? Давайте, пингвины, еще вылезайте. Ну и где вы? Вот где это вот это? Где эти все звуки? Нет? Не решили в этот раз не появляться? А что это вдруг? Давайте, 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 давайте. Что вы любители это херню поделать? Дальше. Там и есть еще. О, давайте тоже соберем. Потому что бревна лишними точно не будут. Собственно, как и лед. Пингвины едят лед, что ли? Да вы охуели вообще уже. Сука, про это я тоже не знал. Пингвины едят лед. Замечательно. Так, ну короче, я не знаю. Может пока завершить. Так, у нас какая? До полнолуния еще далековато, конечно. Пока что все равно нам нехер делать. Давай что-нибудь чуть-чуть. Че можно поделать? Пытался призраку помочь. Это нахуй не надо. Электрокозу можно пока что победить. Но она будет только весной, мне сказали, да? Пугать оленей нам не нужно. Рога нам не нужны у нас. И так они лежат. Нахер нам еще. А, тварь. Скотина, сука просто. Чтоб пиздануло нас. Причем от души. Сколько здоровья, блядь, забрало. 38, 25. Оставляем. Ладно, пока что можно пооставлять это. Я не знаю. Давай так закинем. Так. Так, отлично. Ва-ва-ва, пуховое перо. Зачем мне говорили там дохера надо пуховых перьев? Для пороха что ли? Но надеюсь, что нет. Потому что для пороха перья это переборчик, конечно. Лечение это не то. Подожди. Перья, перья, перья. Это в оружии. Вот, порох. Да нет, не нужно. Нам нужны только тухлые яйца и все. Давай поймаем еще одну птичку. Тоже заберем с нее яиц побольше. Что? Ну нахер ты мне это показываешь настойчиво. Так, я вижу. Молодец. Кстати, давай в тебя заберем. Блин, если я сейчас поускоряю... Поускоряю... В целом я уже полтора часа сижу. Если поускоряю, то это вообще мало выйдет. Около часа. Но с другой стороны нам и делать тут вообще нечего. Пошли, я не знаю. Повыкапываем реально... Расточки травы. Я не знаю. Посадим у себя траву. Потому что пока что тут я не могу даже придумать. Понимаешь? Чем можно заняться? Сделать красивую базу. Нахера? Нахера? Мы ее не собираемся никому показывать. Никому хвастаться. Мы ей не будем. Пользы от этого тоже никакой нет. Зачем? Чисто для себя? Да, я и не думаю, что в эту игру вернусь. Не, ну потом как-нибудь... Да, чтобы показать всех персонажей. Поиграть за каждого по чуть-чуть. Не полностью игру проходить. А типа стрим. Три часа сделаю за одного. Потом другой стрим. Три часа поиграю за другого. Персонажи вот так типа по чуть-чуть будем. Разных персонажей рассматривать. Но то, что прям проходить до конца, я точно не буду уже. Ну, за других персонажей. Да и здесь я тоже не думаю, что будет чем заняться. В игру без записи я вряд ли буду. Зайду еще. Ничем меня не затянула игра. Прям тут просто нихер делать. Я рассчитывал мрачную выживалку. Мрачную выживалку. Я прям хотел ее поиграть. И где? Ну и все. Вот тут получается просто нахуй. Идешь и все. Тут еще паучиха. Я тебе говорю, паучиха что-то слишком дохера стало. Очень много. Очень много. Давай так. Лопата. Нет, давай вот так вот. Нет. Ты же сейчас выкопаешь. Да, вот так. Отлично. Вот правда? Ты что? Ты, сука, сейчас серьезно это сделала? То есть я выделил выкопать. Ты решила его выключить, да? Типа выкопать, выключить. Одно и то же. Ну, звучит что-то похоже. Ну, сделаю и то, и другое. Как меня задолбал, что ты своей жизнью живешь, а? Тут напрягаешь. Делать одно, где она делает, что захочет. Я личность. Что захочу, что и сделаю. Где лопата? Вот. 4% не дохера ли? За то, чтобы просто выкопать. Это из говна и палок, что ли, сделано? Лопата. Ну, из палок точно. Там же кремний. Ну, сама вина. Кстати, что странно, в игре нет железа. С какого хера? Давай так. Зато стеклянное оружие считается хорошим. Стеклянное, да? Так, ну, хотя бы мы уже ни на кого не наткнемся, да? Значит, сейчас можно уже спокойно ни хера не делать. Реально, я бы сейчас просто запасся едой и просто спал бы и прокручивал время хотя бы до весны. А сейчас нельзя так сделать, понимаешь? Нельзя. Знаешь, что я сейчас подумал? В целом, мы же можем очень много перьев нафармить. Просто птичьих ловушек дохера поставить, нет? Так не сработает. Ну, с ягодами, естественно. Здесь мы их просто очень-очень-очень много поставим. Тут же птицы, получается, сами спавниться на ловушке будут, правильно? Соответственно, первых мы можем очень много сделать. Это надо сколько? Всего 120 дротиков на короля крабов. Это не так много. Ну, учитывая, что он еще отхиливаться будет, это не страшно. Мы подходить же будем в упор еще и бить его, правильно? Ну, как будто бы хорошая идея, нет? Ну, это сколько? 3-4 стака максимум. Если мы можем реально нафармить себе перьев, то это вообще отличная идея. Нет? Да, это может немножко затратно быть, но в целом тут-то... Ты сам видишь. Тут в любом случае, что-то дофармить надо. А если нужно просто дохера сделать этих... То почему бы не сделать, не? Ловушек. Так в целом... А, ну это надо подождать, чтобы птицы умерли, да? Ну, можно подождать, почему нет? Смотри, говно было у нас вон там, возле птиц этих неадекватных. И вот здесь вот. Не дохера ли? Не? Это дорожка получается какая огромная. Либо слонов несколько на карте. Либо это очень-очень-очень длинная дорожка. Что-то мне кажется, что это просто длинная дорожка. Почему? Потому что я тебе говорил, тут любят затянуть. Не зря говорят, краткость сестра таланта. Знаешь, как в фильмах говорят? Если вырезать какую-то сцену и сюжет от этого не изменится, значит, нахуй ее надо вырезать. Вот по играм почему-то решили, что это к ним не относится. Типа, если вырезать и... Ты ничего не потеряешь, ну так вырежите нахуй. О, седло. Ага, он прям насрал возле седла. Мудак просто. Высрал какое-то свое мнение о седлах. Ну все, короче, хватит. У нас уже и закончился термальный камень. Ой, ахереть, кстати, как быстро он у нас закончился. А, слышишь, и температура, что так быстро падает? Да, блять, вижу. Вижу, вижу, задрочите. А где шапка? Ой, сука, шапка, что ли, сломалась? Пиздец. Бля. Ладно, у нас ресурсов в целом дохерище. Еще можно вторую шапку сделать. Вот это я как-то проморгал, что она у нас закончилась, конечно. Проморгал, проморгал, да. Плохо. Ладно, в любом случае сейчас нагреется камень. Хотя бы немножко мы, хотя бы немножко нагреемся. Побежим до базы уже. Тут не так далеко идти. Кстати, розовый портал у нас с этой стороны, блять, показывается. Куда он ведет нас? Куда, куда? Мы же где-то видели. По-моему, да? Чтобы он куда-то вел. А вот куда он ведет? А, вот сюда аж. Стоит ли воспользоваться отсюда быстрее или... Да ни хера не быстрее. Тут надо просто бежать. А там по дорожке можем добежать. Это уже лучше будет. Осубийство птиц. Даются перья или нет? Понял. Да, конечно. Давай, еще разочек. Вот, вот здесь, видишь? Вот. Любую птицу. Алло. Так, ну, мы хотя бы выяснили, что это точно не призрак кота. Хотя, может, кота. Просто очень хуевого. Поэтому и сдох. Потому что охотиться вообще не умеет. А-а-а. Знаешь, какая шутка была смешной, когда она падала? Первая. Дальше это уже подзаебет. Кстати, тебя мы пробовали ломать, по-моему. Ты что издеваешься? Я же даже мимо пробегаю. Для тебя просто понравилось. Ой, как приятно, когда я падаю в жопу и на холодный снег. Буду делать, типа, вид. Будто там бы подскользнулось. Сейчас надо будет травы посадить до хера еще. Так, мрамор только второго уровня. Третьего будет через 50 минут. Да и хер с ним. Пока что нам не до него. Стоит, втыкает чучело. Так, свиньи, кстати, уже возродились. Это хорошо. Нахер они нам нужны? С видной шкурой, разве что. О, новолуния, полнолуния. Насрать вообще. Быстренько. Шапка, шапка, шапка. Одежда. Шапка, быстрее. Где шапка? Блядь, быстрее. Где шапка зимняя? Вот. Шкура и рог. Они все тут. Так, быстренько меняем. Меняем, меняем, меняем. Так, и вот так. Быстренько бежим, 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 бежим. Блядь, не успели чуть-чуть. Охереть. То есть мы опять проевали... Этого дурачка, правильно? Гломера. Получается, его снова просрали. Да бежать-то мы, конечно же, успеем, успеем. А если мы телепортнемся через синий портал, мы, получается, возродимся с той стороны. Соответственно... А, это ебать, бежать, конечно, долго. Но, зато, мы не успеем сделать так, чтобы возродились свиньи. Правильно, мы их заметим уже позже. И, возможно, с Эбигейлом будет шанс спасти гломера. Как думаешь, прокатит? Но времени до хера, почему бы не рискнуть? Потому что, если побежим напрямую, то они точно замочат гломера. Давай попробуем обойти сверху. Пиздец, у нас уже задание спецназа какого-то. Спасти заложника. Но, если нас заметят, его ебнут. Класс. Давай, быстренько. Время же не забирается через прыжки в портале. А лучше бы забирали. Мы бы тогда просто прыгали туда-обрат, туда-сюда. Так, готовься. Боевая готовность. Давай. Это не учение. Это боевая готовность. Давай, быстрей, быстрей, быстрей. Или как там говорится, не помню. Сейчас срываем срочно цветок и убегаем просто. Быстрей, быстрей, быстрей. Какого-то арбуз пиздили. Вот так вот. Быстрей, быстрей, быстрей. Давай, 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 давай. Ночь пока не закончилась. Хорошо. Пока сойдет. Пока еще есть шанс, что он жив. Нам нужно все сделать аккуратно и быстро. Быстро, 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 быстро. О, кстати. А, бля, валим, валим, валим. Мочкани его, правильно. А я пока вот так хотел сделать. Педро, 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 Педро. Хорошо, это мы сделали. Теперь бежим, 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 пока нам гломера не убили. Задание по спасению заложников выполнено. Ну и свиней оборот не хочу отпиздить. Пошли. Это уже чисто от души. Вот, давай, мочи его. Давай. Давай ему, пизды, давай. А я не хочу пока влезать, у нас здоровья мало. Хотя бы одного замочи, хочу посмотреть, что выпадет из него. А, ну все то же самое. А, ну только гарантированно свиные шкуры падают, правильно? Давай, это в тебя закинем. Сука, боюсь, убьют, давай. Вот так. Ну и все, хорошо. Жадничать не нужно. Никогда не нужно жадничать. Обычно это плохо заканчивается. Все, всему нужно знать меру. Во-первых, ты угомонись. Во-вторых, возьми... Где у нас троси для бега? Хорошо. Хорошо. Гломера мы спасли. Отлично. Замечательно. Ой, 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 как ярко стало. Ну, у нас уже при глушенном экрану глаза привыкли. А теперь оно херачит просто. Ладно. Ну, заняться-то особо нечем. Давай ты, может, подскажешь что-нибудь. Может, реально есть что-нибудь интересное? Можем мы птиц наловить, если сделаем до хера ловушек? Можем. Если можем, то я хотя бы этим займусь. Если не можем, то что-нибудь другое надо будет поделать. Может, есть чем реально важным заняться? Можно было бы сейчас пойти в подземелье. Но зачем? Тулицы там мы добыли. Добыли. Зачистили от врагов. Тут все, в подземелье, получается, кроме как шелкопряном дыраться уже ничего нельзя поделать. Да, некоторые могут сказать, а как же победить свиноборотня, чтобы металлический появился. Но не появился. Я его уже победил. Свиноборотня, если вдруг у меня почему-то прям накатит что-то, что прям надо пройти его обязательно. Металлического свиноборотня, что прям, ну, хочу. Тогда уже после того, как пройдем всю игру. Почему? Потому что есть одна из версий, что мы должны сначала убить лунного лорда. Типа весь мир поменяется. И уже после этого появится возможность для металлического свиноборотня. Вот это последний наш вариант, как мы попробуем сделать. Если тоже нет, ну и бачко пусть идет. Он мне не сильно-то нужен. Он меня и так запарил. Давай так. В целом, босс легкий, но на него все равно тулицитовые короны надо тратить. Понимаешь? Я не хочу именно короны тратить на него. Давай вот так. Цветочек хер его знает куда. Давай вот сюда куда-то сбросим. А, точно. А муха тоже вертолет, да? Точно, точно, точно. Вот этот вот белый шум видит. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т давай плохо мы вручную конечно засаживали так и мне так даже приятнее выглядит а так так и поместится в целом до хера намного больше чем как мы садили отлично хорошо посадили молодцы еще вы дергаетесь о кстати хвостики и вот здесь давай заберем но птиц очень много давайте все-таки попробуем перышки подобывать я не знаю если много ловушек понаделать прокатить нет и скорее всего как я уверен что разработчики им же нужно под затянуть игру правильно я думаю что сделали примерно так птицу если мы можем поймать то перышки мы можем не со стопроцентной вероятностью получить скорее всего есть какие-то определенные условия например из 25 процентов шанс что выпадет вот что такое мне почему-то кажется что она еще и не сто процентов выпадет нам перышки я понимаю так и не выпадают и нам правильно если птицы у нас в клетке приманку еще и по одной кстати мод не доделан приманку можно по одной нельзя прям на все положить лучше нам конечно черные птицы да а успокаивающий дротик есть разница вообще между дротиками кроме эффектов они урон наносят одинаково просто если одинаково то какая нахер разница смотри где вот оружие если они одинаково урона то пускай и усыпляющий дротики электрический дротик ай но электрический хер мы будем делать а не дохера не хочешь ну вот этот возможно в целом гагатовый а ну усыпляющий нам тоже не на а какие тогда мы можем дротики сделать а тут везде надо камыш да хуя хочешь чувак а зачем нам черные перья были а синие нам не нужны вообще а вот синие для духового дрочка ну вот духовой дротик самый адекватный до клыков дохера лазурное перо мы сейчас зимой можем тоже хоть жопой жуй собирать камыш правда геморрона будет но какое-то время потратим ладно чтобы его собрать не сильно-то сложно будет ну вот давайте идите жарите лан пускай пока идут жрут а мы вот так вот постоим погреемся и послушаем какие еще ты сможешь нам сказки рассказать может что-нибудь интересное на этом все может подписаться на нашу бисе следующей серии также все ссылки в описании по идее скоро должна быть весна и мы уже ну чё весной можно будет поделать за что-нибудь придумаем скоро увидимся